И снова всем привет, с вами Тексас, и у нас хайлайты матча Virtus.pro, Prodigy и Secret. В ВПП обновление Лил вернулся в команду Virtus.pro, точнее в организацию Virtus.pro и играет в составе Prodigy. Ну и еще у нас в ВПП на замене играет GPK. Погнали! Арканы Ярдовы поехали за Осло, Осло он взял, но возможно стоит в своей жизни. Работает Эпилептик, работает Баш или не работает Баш, где Баш они не прописываются. И прыжок, удар, еще удар и ФБ для команды ВПП. Ну уж очень крутую стадию лейнинга демонстрируют там парни из ВПП. 2К перефарма на 8-й минуте против Secret, это очень здорово. В зоне Сэйва есть павершот, погоня от Ябзора, Эпилептик на месте, поймали здесь уже и уничтожили Сэйва, но также в размен уничтожают Ябзора. Один в один руна для GPK и в принципе это главное. Перемещение от ВПП, так, недалеко там Пупей, Пупей уже видел. Пупей въезжает в GPK, но у GPK есть подсейф, также есть Незервард, Зевс пока. Ну не стоит кастовать, будет слишком больно. Хранцфера неплохая, накрывают нишу, нишу, вырезают, вырезают. Также Пупей, Пупей у нас при... Вожден, прикопейщен, в общем в таверне он отдыхает. Ари, она пошла неплохая, вроде как сейчас от Марс, накрывают во всю Феникса. Высасывают Ябзора, Ябзора, кусаю ТПшку, но далеко он не уйдет. И у нас это не конец файта. Я там слышу Бара мчиться, да, Бара уже подбегает в этот замес. Посмотрим, куда же он будет въезжать. Позицию занимают парни из ВПП, но у ВПП нет арены, нет хроносвера. Убивает Лила, у Лила. Ультимейт прожмет или нет? Ультимейт прожимает. Лила успевает. Нажать кнопки, доминейтинг для GPK. Падает еще один герой команды. Сигрет, Зая поймали. Есть по нему дикплипфа, есть Бласс, есть Санрей. Все, есть копье. Финалочка. Ой, опять Пупель. Ну, где-то я это уже видел. Он опять умирает там же. Это уже мега убийство для GPK. 5-0-5 у него, кстати, Айпилептик 3-0-2. Весь мониторный тут эти два товарища Диэм. Так, есть и Ульчик. Арена пошла у нас от Марса. Пригвоздили Зая. Это точно минус 2. Ну и обзор никак не сэвит. С Шоколшотом еще и падает Драгон Скейл. И Рошан падает дэшкой для команды ВПП. Ну, знаете, пока такая фидящая корова у нас от Пупея. У него 0-7 и сейчас, возможно, будет 0-8. Ой, Дагон залетает. Дагон уже какой? Дагон уже третий. Пупея выдает свой чарж, но подлетает за ним Диэм. Диэм пока не ставит арену. Окей, дикплипфай. Бласт и Бласт мимо. Кстати, Адаптив страйк. Арена пошла. Накрывает трое-то героев команды Сикрет. Это уже один в таверне, один без ББК. Эпилептик не залетает. Решил, не стоит. Тут ставить хрон. Ну, а снизу падает в это время у нас обзор от Лила и Сейва. Продолжается файт. Есть нимбус от команды Сикрет. Зай залетел на краш. Застанет пока Лила. Лил пока в баше. Лил пока не кастует Супернова. Есть Супернова. Диэм отступает. И он очень битый. Как-то подсейвит Лила. Нет, не сейвит Лила. Ждет момента, пока у нас Марс. Залетает дальше Эпилептик. Нет хроносферы, но есть баши. И баши работают исправно по пупе. При этом у нас пытается найти фраг сейчас Зай. Зай поехал на спринте. За Диэмом он хочет его взять. И не взял. Есть яучик. Копье по таймингу. Да, все пролетело. Приглазили Зая. Зай остается один. И Зай тут тоже умирает от догона Джипикея. 20, да? 2.08 сейчас у него. Хотя, знаете, весьма необычно, что Матума играет на Морфе. Ведь в команде есть ниша. Ниша это, ну, гениальный Морф. Чуть ли не лучший в мире. Так, Эпилептика подцепили. Есть по нему неплохой ДПС. Есть арена. Тем временем от Марса. И Эпилептика пробивает и уничтожает. Пока герои. Есть чардж от купея. Протаранил немножко Эпилептика. Месси. Дальше тут героев команды. Сигет Зай. Ой, удар отлично. Щитом. Минус один, минус два. Дабл килл. И тут уже два гадлайка. А нет, один гадлайк. 6.08. И, ну да. Нормально. Хорошо, вот купея, купея разгоняется за Лилом. Но куда ты поехал? Хотя, окей, Зай подключается. По джубике его как-то убить нужно хотя бы раз. У него все-таки 16.09. Заканчивается Егерс. Но тайминг неплохой. Команды Сигетт. Но пока никого не убивают. Накрывают Эпилептикой. Эпилептика засейвили. Есть сын. Залит он дальше. Хранцфер по двум героям. Неплохая. Лил разрывается. Зайя уже убили. Обзор у нас подгорает под Санреем. Еще один килл. О, кстати, один фраг до Гадлайка. Нужен Эпилептику. Его тут раздамажили. Но под Алибардой пробивать слишком сложно. Слишком много у него регена. Он отпрыгивает уже из этого файта. Отступает. Матума Мэн в форме как раз таки. И БКБшка это какая-то баганая. Но окей, он умирает. Это, видимо, реплей залагал. Но, тем не менее, 3 в 1. Ну, знаете, я бы сказал, такой не лузается. Поймали Ябзора. Неплохо его застанили. Нет у него подсамена с Блокенбара. И Ябзор умирает. Кстати, байбэк. Байбэк у него отсутствует. Не хватает 700 золота. При этом у нас пока сплитпуш. Как рипскиппинг. От команды Сигрет. Окей, в это они играть умеют. 25к перефарма много. Но, как минимум, есть 3%, чтобы отбиться от Дота+. Зай отступает. У нас при теле ловить его сложно. Хотя нет, тут слишком много героев его встречает от команды ВПП. Зай пригласили догон. О-хо-хо, нормально. Ну да, у тебя есть Бульварк. Но Бульварк не спасает от догона. Кстати, у Байда уже Сатаник. И сколько хп? 3600. И сейчас, секунду, 400. Смоук прям под базой. От ВПП. Есть Юл по Марфу. Марфа, СПКБшка. Не пригвоздили. Но это логично, что прожимает кнопки Матумба Мэн. Въезжает Бара. Есть страйк. Поймали Джипикей. Джипикей все еще ни разу не убили. И, наверное, и не убьют. Гадлайк продолжает свой у нас эпилептик. Точнее, набирает Гадлайк. Прошу прощения, у него девятый фраг был сейчас заработан. Байбэк от Бары. Нет байбэка у Ябзора. И нет байбэка у Зая. Бара уже поехал. Поехал прямиком в лицо под Джипикей. Подъезжает Морф. Ге падает. Кстати, успел прожать Лотус. Так что Матумба там себя немножко задебафал. И Матумба почти был иссушен. Но прыгает пока в форме Вайда. Есть ГГ у нас от Купея. Но это такое деревянное ГГ. Древесное ГГ. А нет, а вот и настоящая. Гудгейм. Первая карта за ВПП. Вот это СНГ сегодня играют. Опа, потрясал. Поспели Диэма. Есть по нему еще и станчик. Никуда он не улетает на своем чине. Ну, армор не заряжается. Лишь первый левел. Это ФБ для Ябзора. Трипла от команды Сикрет. Пока приносит свои дивиденды. Довольно мало ХП у Лила. Довольно мало ХП у Диэма. И все еще трипла на линии от команды Сикрет. Есть Инсвелл под Баффали. Окей, допустим, Лил Бады. Диэма тоже раздамажили. Ну, не особо выручает, если честно, его Инсвелл. И он умирает после стана Пупея. Смоу вылазка от Virtus Pro Polar. Пока еще игра идет на равных. Ой-ой-ой, вот это в лицо газ. Хукшот, Коги. Фахароночка. Лил минус. Конечно же, минус и Эпилептикит. Смоу прожимают парни из команды Сикрет. Пока около Рашпита питают Продиджи. Продиджи. Ну, Рошана бить такая себе затея. Хотя, нужно ведь что-то делать. Окей. Что по Инфен? Есть задувочка у Пупея. Пупея все задетектил. Продул. Есть ракетка. Ну все. Нужно убегать. Сейв не убегает. Хукшот. Минус два героя у команды Продиджи. По крайней мере, это лишь суппорты. Но надо как-то дефать Рошана. А байбекается у нас уже Лила. Ой, не Лил. Байбекается. Байбекается у нас как раз таки сейв. У Лила нет байбека. Поймали Дема. Есть на него Рептура. Он пытается потихоньку отступать. Но уже пошел ДПС от дровки. Ну все. Это конечное мега убийство для Матумбомена. При этом у нас не могут найти позицию Продиджи, чтобы атаковать этих парней. Слишком круто в плане позиционки играют в Team Secret. Готовы пушить у нас во все Сикреты. И уже почти сомалилицо Диема. При этом есть неплохой слубан. Кстати, и прыжок сейчас в Фистов залетает. Есть Сайланс. Там по Матумбомену. Вроде бы неплохо. Уже упал у нас Пупейс с стриком из трех фрагов. Эпилептик поехал дальше. Ловить героев команды Сикрит. А Егис почти потерян, но почти не считается. Неплохой мультишот. И Сайланс по двум героям. Ну все, разгоняет на Сикрит. Есть кукшот. И на контр-врыве. У нас нападают секретные пады. Это Егис, но это не важно, потому что уже упал Эпилептик. Упал Эпилептик без Байпэка. Минута ранее. В принципе, тайминги на кулдаун небольшие. Точнее, не на кулдаун, а на смерть. Небольшие тайминги, конечно. Сейв пытается раздамажить нишу, но там даже нет у него джеверинга. Дэймонта не так много. Есть лишь заготовка на форстав. Прикольно. Выглядит, но окей. И повершотик. Ну все, под пуш линии. Форстав и Блэкенбары просто в рассыпную пытаются убегать. Вроде же, но Ябзор не отпускает. Залетает сейчас на кукшоте. Так, кстати, лол. Почти Кераса уже есть у Ябзора. Поймали Эпилептика. Сулбайм пошел по Пупея. Пупея пытается пробить. Пупея у нас в Мега. Пупея очень жирная, но тоже умирает. Финус 2 суппорта у коллектива Сигрит. Заявка на кампэк или нет? Нет. Там есть гас. Там есть уже десятый фраг для Матумба Мэна. Пытается уйти Эпилептик. Замедление заработало со стрелы. Есть дальше по СВ Демо. Дем максимально сэви тиммейта. Блэдмэлом работает. Есть инсвэл. Но даже никого не станет. Этот парень. ЧПК поймали. Телепорт. Но ТП он никуда не вкастует. Рассыпаются линии команды Продежи. Лишь одна линия остается сверху. И то там даже нет Т3 вышки. Кераса готова уже у Клакверка. Ну, полчаса игры Кераса на суппорте. Адекватно? Не думаю. И Пупея 8к Детворца. В принципе, как неплохо. Идет у него там Вангвард. И я не знаю. Эбисо Блейд. Или вообще Кримсон. Пупей минус. Матумба минус. Кстати, пробили неплохо. Минус Айегис уже есть. Байбай Пупе не кастует. При этом у нас уже Мега Грибы. И против Мега на 30. Ну, слишком сложно играть. Есть Рептурка. Есть Бладрайт. И разгоняется потихоньку Зая в этом замесе. Сколько МСа? Ну, 600 уже есть. Нормально. В одном моменте, кстати, дважды возможно умрет. Но опять это лишь Айеги. Ой, лишь смерть после Мега Грибов. Но нет. Он на пике. Отступает Диэма. Файтер разделился. У нас поехал дальше Зая в погоню. Как раз за Эпилептиком. Диэм пытается догнать, но не догонит. Вообще не как дровку. Зай вырезает Эпилептик. Вырезает Сейва. Но, кстати, был Диз Шеклз. Да, есть Шеклз. Привязали Зая. Зай умирает. Но это вообще не страшно. Там у нас убивают Диэма. Ну, в 18к на 30-й. С Мега Крипами. Шансов уже, наверное, нет. Для команды Продежи. Да. ГГ. Пытается он иссушить Кабана. И обзор наваливает по Эпилептику. Тут, кстати, рядышком Зай. Замедление. Неплохо. Сидается Манго. И уничтожает Эпилептика. Зря он полез. Ну, немного фрагов. Но, тем не менее, очень много перефарма. За командой Сейк. Тоже даблкил для Матума Мэна. У него 17 500 по Нетфорсу. Блэкин Бар. Момчик. И он полетел дальше. Просто вырезает команду Полар. И там еще и подспили Нишу. Но Ниша... В Инвиз ушел. Есть Досты. Есть Гаст. В лицо. Точнее, не Гаст. Есть Лагуна. В лицо. Прошлощение, это минус. Даблкил для Лила. Небольшая камбэчная. Но ценой кучи байбэков. И все же суммарно, несмотря на фраги, проиграли по золоту парни из Полар. Продиджи, конечно же. А не Полар. Продиджи. Это старая там, вы знаете, вот помните. 29 копири фарма. При том, что всего 20 фрагов было сделано. Ну, крипы. Крипы тут падали в разы чаще, нежели герои. Кстати, был скал от команды Продиджи. 2-0 тимм. Тут я обзор агонимный. Все-таки у нас Харрис Мейзер. Это дальше у нас во всю Матумба Мэн. Под критами даже первыми вырезает команду Пола. Подцепили Эпилептика. Есть на него 0 фар. Погоня от Матумба. Продолжается его команда. Но это еще один минус. Байбэка нет у Эпилептикида. Подцепили здесь у нас Бэйна. Отступает Лилл с Блинкаута. Ну, его взять не смогли. Но он уже после байбэка. Ну, не смогли взять дважды, конечно же. Окей, минус. Центральная линия у коллектива Продиджи. Байбэк есть у Андерлорда. Еще байбэк есть у Фугны. Лилл пока отспавливает. Есть у него Глимер Кейп. Главное, не подставится под стан. Но нет. Главное, тут уже неважно. Гуд гейм. 2-1 за командой Сикрет. И на третьей карте. Ну, если честно, ничего интересного не произошло. Знаете, можно так подытожить, что и на первой, и на второй, и на третьей карте была ситуация, что такое не проигрывается. Интересная серия. Продиджи обновленные, как ни крути. Там стенд-ины и Лилл, и Джупике пока стенд-ины. Лилл обещал, что будет играть в полную силу. В принципе, играл он круто. Всего 2 смерти в таком матче. Это норм. Это норм. Пиши свое мнение в комментариях. Возможно, у тебя свой взгляд. Также не забывай, прожимай пальцы вверх, колокольчик, подписку, все дела. С вами был Texas. И до встречи. Завтра, кстати, мы посмотрим матч между Na'Vi, новыми Na'Vi, которые флэйт умун, против Сикрет. Пока.